Юрий, значит, смотрим второй роман с Демона. Что здесь можно сразу отметить? Что касается инструментовки, во-первых. Ну, во-первых, нажимаем педаль сразу, да, пишем, прям пишем, размечаем педаль здесь, и, конечно, берем уже на педали, и я вот это первое тремоло, чтобы создать уже мистический такой эффект, играю вообще на две октавы ниже, то есть вот здесь я беру нижнее до, нижнее до беру, и начинаю, да, беру сначала до беру, долго причем, долго, почти четверть, а потом начинаю раскачивать, да, и, соответственно, на этой педали беру, причем тоже края беру, пятым пальцем сначала беру, чтобы обозначить края, а потом, причем я беру пятый, когда у меня еще левый работает, то есть непрерывная передача, неформальная. Вообще такие вещи в клавирах нельзя, друзья, коллеги и Юрий, которому я адресуюсь, нельзя клавиры играть буквально, никогда, даже самые лучшие, даже авторские, всегда нужно искать версии, которые звучат красивее и профессиональнее, полифоничнее, оркестровее и так далее. Вот показываю как, в частности, если у нас есть тремоло такого, лучше или на октаву, или даже на две октавы, да, причем никогда не берем сразу тремоло, всегда берем или целиком аккорд, потом раскачиваем, концертмейстер хорошо знает это правило, или одну ноту берем и потом раскачиваем, причем играю я, играю я на двойной репетиции, на двойной репетиции, вот прям вот буквально, не вылезая из этого, то же самое здесь, вот я еще беру здесь, еще у меня левая рука работает, потом начинаю, да, и начало виланчели тоже, здесь они солируют, мы ведем голос, не под голову, да, здесь, опять же, я беру пятым пальцем и бемоль, и только потом тремоло внутри, то есть мы меняем педаль только вот здесь, здесь мольтоэспрессиво, я играю практически мецефортоэспрессиво сразу, это не виланчель одна, это группа виланчели, даже вне зависимости от инструментовки, я сейчас даже не задумываюсь о конкретной инструментовке автора, это виланчельный регистр, здесь красиво представили себе виланчельную группу, и вот она вступает вполне, здесь остается у нас пьяно, мольтоэспрессиво и прям, два, то есть она четыре, пять, шесть, берем, берем сначала весь аккорд, секунда должна быть слышна, разрешение, вот здесь нельзя спешить, раз, два, три, то есть четыре, пять, шесть, и здесь, здесь не меняем, вот здесь не меняем, меняем только здесь, значит, без руль, я даже здесь не меняю, даже можно здесь не менять, отлично, кстати, не меняем на рэ бемоль, смело, причем я не подмениваю ничего, у меня прямо утоплена педаль, и вот только здесь, к секс-таккорду мы меняем, значит, звучит это так, да, пять, шесть, берем, с руль, мы меняем на руля, и без ветра, тоже, сначала берем это трезвучие, потом раскачиваем, потом берем, берем октаву, потом раскачиваем, верхний голос, ой-ёй-ёй-ёй, прям вот так вот я играю отдельно, верхний голос отремолирую только внутри, здесь тоже, здесь тоже вот, Я беру, ремолирую только кварту. Потом беру, ремолирую, потом ремолирую кварту. Это принцип. Дальше идем. Тоже взял. Понятно, что здесь, здесь. И опять вот такая педаль смелая. Если действительно эспрессиво играть. А здесь меня. Очень важно вот это. И дальше солируют и виланчели, и гобои там наверху. Не боимся. Вот прям отдельно вести голос. А ремолируют только терция. Прям великата ведем контрапункт. Причем я смело фактически играю на одной педалью по такту. А не подмениваю боязливо. Если хорошо сыграть верхний голос, то это красиво, оркестрово, атмосферично звучит. Это романтика. Романтическая музыка. Опять же все не от педали зависит. Подмена педали очищающая. От того, как справедлива фактура. Да, вот. Не меняю. А вот здесь меняю. Естественно. Опять солирую верхним голосом. Потом беру октаву и очищаю потом. Не сразу. Очищаю. Подмениваю где-то вот здесь. Так-то рекомендую вот это место. Играть с этой фактурой. То есть не расширять. Вот здесь немножко по-другому написано. Хотя это идентичнее. Сохранять узкое расположение рекомендую. Теперь соло. Речитатив Тамары. Тамара. Тут надо соединять и оркестровые звучания, и реплики Тамары. Причем не слишком. Здесь, конечно, я прям беру. Это мятежно. То есть пианиссимо относится к тремоло. А здесь мецефорте эспрессиво. Наверху. И не боимся. Прямо солировать. Волны. Сюда. Причем вот эта длинная нота. Синкопа натянутая. Страстно. Причем я задерживаю. Чтоб было мимо осталось. Которая в реплике у Тамары. А вот здесь обязательно добавить. Скажи. Скажи. Тоже. Взяли. Взяли. Потом. Дари. Нили. Взяли. Ремалируем. Остановили. Потом сняли. Фа оставили. Вот это кто? Это кто? Должно остаться. Вот. Сейчас покажу. Кто? Как бы вылезает это кто? То есть вот так для пианистов. Вот фа здесь. Фа. Залигованная с этим. Так, чтобы хорошо было слышно. Прямо четверть с точкой. С восьмушкой даже больше. Можно перед этим. Да. Зато заодно ориентиры для и для певца, кстати. Да. Понятно, что я беру как бы здесь еще фа. Да. Так. Что у нас здесь? Здесь не боятся рахманиновского звучания красивого. Очень важно написано пиано здесь, а в доминоре написано мецепиано. Оно уже наоборот, друзья мои. Вообще правило. Когда та же тема повторяется в миноре, всегда тише, а не громче. Поэтому наоборот. И в оркестре я также прошу. Это сильнее. Поэтому здесь мецепиано. Мецепиано. А здесь пианисимо. Вообще сейчас увидите, как это звучит. Значит, сразу экстатическое звучание. И требовать такое же экстатическое звучание, конечно, и бесконечного дыхания от певца. Ничего не меняем. Сейчас. И поем мы. Я даже здесь не меняю. Прадоксальным образом. Только здесь. Только здесь меняю. Вот такие, возможно, парадоксальные педали. С перекрестом, которые противоречат всем правилам. А звучат хорошо. Вот так. То есть у нас субдоминанта можно положить на одну педаль, и только на доминанте сменить. Если правильно сыграть верхний голос. Соотношение. Если сыграть соотношение фактур правильно. Дальше. Все, поем. Восьмушечки поем. Здесь тоже можно не менять. Парадоксальным образом можно не менять, друзья. Ищите, где не менять. Иногда удивительные звучания возникают. Не меняем. Общая гармония такова, что это... Смотрите. Отлично звучит. И очищаем. Здесь можно... А, вот так вот можно сыграть. Ми можно сыграть в правую руку. Вот, прямо в правую руку. И подержать. А вот здесь пьяно наоборот. Томительный, томительный пианиссимо. Да. В отличие от первого эстетического, здесь возникает боль. Вот такие звучания. И что здесь еще можно посоветовать? Конечно, вот это после кульминации. Взять сначала пианиссимо на ту же актеру. И только после взятия снять педаль. И второй раз так же. Вот здесь, когда нехорошо играть, как написано. В таких случаях я играю просто тремоло. Просто тремоло. Вот мы пришли сюда. И здесь можно тремоло сыграть. Тремоло. Тремоло можно сыграть. И даже сюда выйти. Опять. Но пианиссимо, да? Еще нахтагу ниже. Тремоло, тремоло. Красиво. Опять потом фактура начинается. И однологично здесь. Приходим сюда. Очень плохо звучит, если играть это с вот этим. Исэксториями. Тоже начинается тремоло. Как у струнных, так и у элитавр. Поэтому здесь тремоло. Здесь все тремоло. Это все тремоло. Вот мы входим сюда. Взяли. Взяли. Взяли сначала глубокий бас ничьи нитры. А потом тремолируем. Обязательно голосоведение. Не подмениваем. Подмениваем только здесь. И тремоло, квинт. И здесь замечательные лиги. Двойственные. То есть вниз пальцем. Можно не менять. Да, сейчас. Вот здесь не меняем. Вот здесь только меняем. Секунду. Здесь меняем. Тоже можно не менять. По целому такту можно не менять. Не боимся. Здесь я опять беру на октаву ниже. Тремоло красиво звучит. Глубже. Можно пытаться брать вместе. Но это арахманинское звучание такое. Не меняем. Не меняем. Меняем. Не меняем. То есть буквально смелая, глубокая педаль по целому такту. Ну здесь уже замечательные эти лиги. Друзья мои. Смотрите. Рука у меня идет. Понизу. Понизу идет. Пальцами я вышвырю. Я заново беру. То есть я точно исполняю лиги, написанные автором. То есть не отсюда сюда. Не отсюда сюда лига. Как она была бы фразеровочная. А именно артикуляционная лига. Которая и в Бахе, и в Моцарте, и в Бетховене, и в Гайдне, и у Шумана, и у Брамса. Будем еще это смотреть. Именно парадоксальная лига. Вниз. Это палец меня. Не кисть, а палец меня вышвыривает. И я сюда иду. Смотрите. Понизу. Иду понизу. Нижняя дуга. Пальцы вышвыривают. Вот такая. Вот такое. То есть здесь они вот такое. Да? Очень существенно. Ну, естественно, здесь тоже я ухожу. На октавнюже тоже тремоло в конце. Значит, пришли мы. Последние. Ди-ди-ди-ди. Сейчас. Сейчас. Вот берусь на той же, вот здесь, на той же педали. Сейчас, кстати, посмотрим, какая здесь, возможно, педаль. Ну, посмотрите. Сейчас. Не меняем. Нет. Не нужно менять. Не нужно менять. Красиво звучит. Иногда всегда нужно проверять. Педаль. Это педаль. И здесь на октаву ниже, значит. Зато очень ясный верхний голос. А это такое волтерновое звучание в среднем голосе. Вот это. Пока веретенута. Пока веретенута. Это можно записать даже такой закорючечкой временной. Да? И кладем бас спокойно. И опять же по нижней дуге. По нижней дуге. Берем. Потом это все на одну педаль. Потом я снимаю педаль и слушаю. А можно еще снять бас. Еще послушать это трезвучие. Снять еще послушать эту паузу и снять. педаль. Спасибо.